Слово Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение книги писателя Ивана Сергеевича Шмелева «На морском берегу». Напоминаю, что повествование ведется от лица воспитателя семилетнего Жоржика. Отец мальчика умер, а маму доктора отправили на лечение за границу. Она серьезно больна. Заботу о ребенке взял на себя его дядя, капитан, в отставке. На лето дядя привез Жоржика и его воспитателя в свое небольшое имение на Черноморском побережье Кавказа. Здесь мальчик познакомился с одиноким стариком, греком Димитраки. Прогулки к норе Димитраки прочно вошли в наш обиход. Иногда мы не заставали хозяина. Он по временам уходил в местечко с товаром. И тогда занимались черепахой, которая быстро признала и нас, и выходила из зарослей на свою кличку. Но когда Димитраки был дома, начинался очень интересный разговор. Остров Хиас. Мы многое узнали о нем. Старик описывал свою родину так любовно. Знакомил нас с такими подробностями, что, казалось, мы уже побывали сами. В его деревушке посетили пещеры на горах. Ловили с ним кораллы и губки омаров и осьминогов. Остров Хиас. Он вставал перед Джорджиком в неведомом великолепии. Там и звезды в небе были какие-то другие, куда крупнее наших, а горы голубые. А море? Разве такое сердитое, как здесь? Теперь оно тихое. А что творится зимой? Не дай Бог выехать без святого Николы. Из этой норы в горе в одиночестве дней последних Остров Хиас самому Димитраке казался священным, раем. Прошлось месяц, как мы жили на море. Жоржик заметно окреп, и с разрешения капитана мы по временам посвящали часок урокам. Я постарался придать занятиям форму бесед о виденном, что Жоржику очень нравилось. Давай, Жоржик, узнаем, сколько у Димитраки палок. В углу, у двери пятнадцать, да у стенки, где полка, я насчитал восемь штук. Сколько же всего? Следовал ответ. Ну, а если бы Димитраки захотел сам сосчитать на бумаге, что бы он стал делать? Жоржик охотно изображал, что стал бы делать Димитраки. Ну, а теперь представим себе, что Димитраки узнает, что на острове Хиас отыскался какой-то его родственник, и зовет его этот родственник жить к себе. Узнает из письма. Как ты думаешь, какое бы письмо мог написать ему родственник? Вместе с Жоржиком мы начинали составлять письмо. И он с большой охотой, как он не любил писать, старался красиво выводить буквы. А уроки географии. Тут уже не обходилось без путешествий по всем морям. Вытаскивалась карта, и мы с таким удовольствием разыскивали на ней и остров Хиас, и Каир, где жила мамочка, и наши побережья. Иногда за уроком Жоржик проявлял необычайную рассеянность. Это случалось обыкновенно в дни прихода почты. Он с нетерпением ожидал писем от мамочки. Тогда мы кончали урок и шли к морю. Помню один грустный урок. Мы только приготовились писать письмо Димитраке от дяди Миши. Будто Жоржик заставил капитана взять Димитраке садовником. Значит, начинаем. Милый Димитраке. Забыл! Я забыл! От мамочки письмо! Вот! И вытащил из кармана открытку. Только позвольте немного посмотреть. Чуть-чуть. Смотрите, тут чернила расплылись. Мамочка плакала? Он поднял голову и посмотрел в окно на море. Ну, Жоржик, будем работать. Почему она плакала? Задумчиво спросил Жоржик. Ей скучно? Да, да, я знаю. С ней только тетя Варя. Напротив, сказал я, мамочка чувствует себя хорошо и скоро вернется. Она уже писала об этом дяде Мишу. Жоржик покачал головой и продолжал смотреть в море. Какими-то невидимыми путями сердце Жоржика чуяло то, что было на самом деле. Достаточно было капитану получить неутешительные известия. Он никогда не читал их Жоржику, чтобы содержание их сейчас же не передалось маленькому сердцу. Так и в этот раз я знал, что капитан получил тревожное письмо. Писала тетя Варя, что здоровье больной ухудшается с каждым днем. Жоржик смотрел на открытку, разглядывая пятнышко. Ну, продолжаем. Милые Димитраки, я не... не... не могу. Он поднял на меня глаза, в них стояли слезы. О чем ты? Его тонкое личико передернулось, скривились губы. Он уронил голову на руки и затрясся. Жоржик, ну, милый мальчик. Ма-ма-ма-мамочка. Ну что, мамочка, она гуляет на солнышке. Скоро приедет к нам, сказал я бодро. Мы ей покажем Димитраки, его, Нору. Ты только представь, как же ей будет интересно. Он не поднимал головы, затих. Эх, говорю, не написать ли нам ей? О чем? А вот, как поедет назад, попросим, чтобы нахиас заехала. А? Жоржик поднял голову. А разве она мимо поедет? Непременно мимо. Попросим, может быть, она привезет. Что оттуда? Горь с земли, сказал он оживленно. Помните, вы читали мне, что привозят с родины горь с земли? Вот и прекрасно. Она, конечно, привезет. Что будет с Димитраки? Он будет рад? Как вы на это смотрите? Я сейчас напишу. Мы сделаем ему сюрприз. Я заметил, а вы заметили, когда он вчера говорил про хиас, у него в горле что-то заскрипело. Да, кажется. Верно, верно. Только мы ему ничего говорить не будем. Вот-вот. А теперь будем продолжать. Милый Димитраки. Я голубчик, сказал Жоржик просительно. Это потом. Давайте сочиним письмо маме. Я очень буду стараться. Я не сделаю ни одной ошибки. Ну, хорошо. Пиши. Милая мамочка. Вы не так. Надо... Милая ты моя, хорошая моя, сладкая мамочка. Верно, верно. Вы посмотрите, как тут. Он взял открытку и стал показывать пальцем. Смотрите, как она пишет. Милый ты мой, хороший мой, сладкий Жоржик. Сладкий. И я так хочу. Она меня всегда кусала. Слегка. Вот здесь. Показал он под шейкой. За написанием этого письма мы оставим пока Жоржика. Ненадолго. Всего лишь до завтра, когда мы снова встретимся с вами и продолжим чтение повести Ивана Сергеевича Шмелева на морском берегу. Я желаю вам всего самого доброго. Ангела вам, хранителя. Продолжение следует. Редактор субтитров. Продолжение следует...